В эти минуты в Каннах проходит церемония открытия кинофестиваля. В этом году ему исполняется 70 лет, и поэтому шоу будет особенным. Что приготовили для зрителей организаторы события и какие фильмы претендуют на самую высокую оценку, знает Наталья Райм. На Лазурном берегу закончились последние приготовления к 70-му Каннскому фестивалю. На фасаде Дворца Конгрессов, на набережной Круазет повесили официальный плакат. На нем изображена итальянская актриса Клаудио Кардинали. Она стала символом юбилейного фестиваля. Как указано в официальном пресс-релизе, празднование главного события в киноиндустрии будет наполнено радостью, свободой и дерзостью в огненно-красных и сияющих золотых тонах. Церемонию открытия будет вести одна из самых красивых кинодив – актриса Моника Белучи. А неоспоримая икона испанского кино и знаменитый во всем мире постановщик, режиссер и сценарист Педро Альмадавар возглавит жюри Международного фестиваля. Его творчество уже навсегда вошло в историю кино. Педро Альмадавара и Каннский фестиваль связывают долговременные отношения. В 1992 году режиссер входил в состав жюри под председательством Жерара Депардье. В основной конкурс вошли 18 фильмов, среди которых два участника от России – «Неливовь Андрея Звягинсова» и «Кроткая Сергея Лозница». Но открывать мероприятие будет работа французского режиссера Арнольд Депрешен «Призраки Исмаэля». Кстати, она не будет претендовать на награду. Самый ожидаемый фильм – это роковое искушение режиссера Софии Каппола. Колин Форелл, Николь Кидман и Эль Фанинг снились в мистическом триллере о любовном многоугольнике. Новые картины представят режиссеру Франсуа Азон, Мишель Хазановичу, Стот Хейнс и многие другие. В конкурсе короткометражек были представлены нынче более 5000 картин, но жесткий отбор прошли лишь 9. А в программе «Синефонда Сьон», которая включает фильмы киношкол, из почти 3000 отобрали 16 фильмов. Юбилейный кинофестиваль продлится до 28 мая. Наталья Раем, Информбюро. И там же во Франции сейчас находится казахстанский исполнитель Димаш Кудаверген. Он выступит на открытии казахстанского кинопавильона на фестивале в Каннах. Это будет 19 мая. Ну а накануне он принял участие в благотворительном ужине. Туда его пригласила американская актриса Ева Лангория. Подробнее об этом расскажут мои коллеги уже через несколько минут.